Субтитры создавал DimaTorzok Бог никогда не спрашивал, кто ты. Многие религиозные организации спрашивают, кто я. Сократ сказал, познай себя. Шикамони сказал, ты сам можешь стать Буддой. Если бы не было бы на самом деле Бога, то эти слова уникальны. Ну а если Бог живой, то это самые плохие слова. В Библии никогда не задается такой вопрос, кто я, кто ты. В Библии написано, что ты грешный. Но сегодня Бог называет вас спасенными Божьими чадами. Бог призвал Моисей. Бог призвал Авраам. Бог призвал Иаков, Израиль. Он ни разу, призывая, не спросил, кто ты. Только лишь у Адама спросил, где ты. Сейчас мы с вами проходим последний путь, и это пустыня. И мы готовимся для того, чтобы приготовить путь потомкам. Это сейчас собрание в массиве, для того, чтобы наши потомки не допускали тех же ошибок и не терпели поражение. Но, как вы уже знаете, что благая весть опять была утеряна и вновь восстановлена, и это движение до Фаима. Человек — это такое существо, которое постоянно забывает о важном и упускает это важное, потому Господь говорит нам, чтобы мы начали движение стража. Мы с вами находимся внутри этого, и мы всегда должны проверять это. Каждый раз, когда вы приходите даже в церковь на богослужение в воскресенье, вы должны проверять это. И каждый раз, когда задается вопрос, где ты, это не то место, в котором вы находитесь. То есть вы, пребывая в Слове, сейчас где находитесь, в каком Слове пребываете? Поэтому Павел, жизнь свою полагая, входил в синагоги. Почему? Потому что именно там собирались ремнанты. В этот раз тема конференции, семинар тренинга — это саммит исцеления 237 стран. Сегодня это семинар тренинг для лидеров среди ремнантов. Бытие 37.11. Тема саммит. Что это? Это и есть место саммита. Это важно. Один из студентов хорошо учился, окончил университет, но потом сошел с ума. Это, конечно... Это естественно. Почему? Потому что человек, он хотел получить образование и стать саммитом. Но вы должны наоборот, будучи саммитом, получать образование. В этом вся разница. Сейчас у многих людей появились духовные проблемы. В этом мире даже самые великие люди не знают духовного. То есть у них нет духовных знаний. Поэтому они сталкиваются с духовной проблемой. Поэтому, зная это, Исполины атакуют вас. Три организации полностью все завоевали. Большинство людей этого не знают. Ремнанты вы должны запомнить. Вы не маленькие. Вы уже можете быть духовным саммитом. Тот, кто знает, может стать саммитом. Тот, кто не знает, естественно, не может стать саммитом. Фараон, он не знал, насколько серьезна проблема и дала поклонничество. Он был глупым. Поэтому он не имел духовной силы. И также, премьер-министр Японии, он даже не представляет, на какому поражению и проклятию приводит идлопоклонничество. И сейчас все люди живут с этой идеологией Исполинов. Мы не против того, чтобы вы пели мирские песни. Но проблема в том, что то, что вы поете, это вас запечатлевается. А ведь все эти песни от трех организаций. Потому что все те слова, которые применяются в этих словах песни, от трех организаций. И так как это соответствует человеку, такие, например, как певцы Нахуна, он поет такие песни. В итоге весь мир, который слушает его, соглашается и просто сходит по нему с ума. Сегодня вы должны задуматься, на чем вы должны сосредоточиться. Потому что очень важно, на чем вы сегодня сосредоточены. Вы знаете, почему так важна сосредоточенность? Например, человек, который пишет стихи, он даже смотря на цветочек, может сосредоточиться и потом написать какой-то стих. Он много сначала думает, размышляет, слушает какой-то шум, звуки, общается. И только потом он начинает писать. Понимаете? И только потом, когда все это он услышал, увидел, он начинает писать. Это и есть сосредоточенность. Когда мы говорим сосредоточенность, концентрация, нам кажется, знакомое слово. Но на самом деле, поймите, это все. Это важное слово. Например, в течение года я думаю о словах песни «Хвалы для ремнентов». Каждый раз уже есть основная тема на каждый год конференции. В этом году это ответ первого, второго и третьего движения RTC. И значит, я буду затрагивать пустые места, говорить о них, потому что Бог открывает. А потом я заранее знаю, что я буду говорить в будущем году. Значит, зная это, на протяжении нескольких месяцев я думаю, размышляю. А потом, чтобы написать хвалу одну, я три дня сосредоточенно думаю об этом, только об этом. Настолько, что даже не обязательно писать. И тогда, когда я получаю «Окей», то есть уже со словом «Амэн» начинаю писать. Ничего сложного в этом нет. Это сила для меня, это поддержка для меня. Первое. Знаете ли вы, что такое истинная Божья сила? На этом вам стоит сосредоточиться. Истинная сила. Это касается всех ремнентов, это касается всех верующих. Поэтому нужна концентрация для того, чтобы все упорядочить. Потому что без этого ничего не получится. Вы же не можете сразу... Вы же не можете, когда переодеваетесь, начинать переодеваться с майки. Надо же сначала верхнюю одежду снять. Не, ну конечно, постараться, если очень сильно. Можно майку тоже вынуть. Но вы должны сосредоточиться в любом случае есть какие-то обстоятельства. Сначала мысли. Все же думают. Нет людей без мысли. И часто думают о своем. Неправильно. Вы всегда должны сосредоточиться на том, о чем думает Бог. И только тогда вы непременно получите ответ. Вот о чем идет речь. Могли ли так поступить братья с Иосифом? Как так? Если посмотреть на это местописание, можно подумать, как так? Убить меня? Как они могли так подумать? Мне обидно. Почему я тоже сидит в тюрьме? Вот такие вопросы он бы мог задать. И они правильные. Но это вопросы человеческие. Это мои мысли. Это мои вопросы. И я сосредоточен на своем. Вот почему неправильно. Нужно думать, почему Бог допустил. На этом надо сосредоточиться. И только тогда вы увидите великие события, которые происходят. то же самое. Ведь очень много разных проблем и внутри церкви, и среди работников. Прислушаешься и видишь, что большинство говорят от себя. В итоге, я понимаю, никогда не станут сами там. то есть даже если говорят о Божьем, в процессе какие-то мысли проникают, и они начинают сбиваться и говорить о своем. То есть прав, неправ, в любом случае только о своем. Как такой человек может стать сами там? Вы всегда должны думать, что говорит Бог. И до каких пор вы должны сосредоточиться на этом? До тех пор, пока вы не выявите ответ. И когда выявите ответ, это значит, вы все уже упорядочили. Понимаете, что я сейчас говорю? Вы должны понимать способ духовного обучения, сосредоточенности. Знаете, есть люди, которые много молятся, но молятся о своем. Лучше не молиться. Есть такие люди, которые держат пост со своими мыслями. Это не пост. Вот почему церквя Кореи, церквя Мира не получается проповедование. когда я еще был заместителем пастора в одной церкви, у меня был ученик. Я не скажу, что это ученик, но он был сотрудником, мы вместе с ним всегда были. Простой верующий. Был бизнесмен. И каждый раз, чтобы он не делал, происходило действие. Но каким был он человеком? Но так как мы с ним дружили, в воскресенье он всегда как бы приходил ко мне в кабинет. И значит, он в одно воскресенье приходит и говорит, пастор, вот я держал пост. Ну, я-то знаю, но просто задал неправильный вопрос. А что-то случилось? Потому что он всегда держит пост, когда что-то случается. Но тут он говорит, нет, ничего не случилось. Я говорю, а почему тогда постился? Он говорит, в последнее время у меня хорошо идет бизнес, и я стал думать больше о материальном и заботиться о своем. И мне стало стыдно перед Богом, и я держал пост. Он говорит, у меня не хватало много времени, и я только три дня держал пост. он говорит, вот после поста я стал есть уже жидкую кашку, и говорит, я много плакал. Я говорю, а, ну, понятно. Когда вы плачете? Когда вам обидно, не так ли? Сердце. Сердце. Это сердце способствует общению с Богом через совесть. тогда, когда вы от сердца общаетесь с Богом, Бог дает ответ через вашу совесть. И только тогда получается глубокое общение. вот я не знаю, как вы молитесь. Может быть, вы определили какие-то молитвенные темы, и постоянно молитесь о них? Очень важно знать, как молиться. И только тогда все запечатлевается в ваших мозгах. И вот с того момента начнут происходить действия. Но если что-то уже запечатлелось в мозгах, очень тяжело это изменить. Можно сказать, то, что запечатлелось в мозгах, это уже все определено. Все уже решено. Например, если даже взять наркоманов, даже если им сделать переливание крови, обновить кровь, но в мозгах запечатлелось то, что он наркоман. И это отсюда идет уже приказ к сердцу. А потом сердце дает опять отчет мозгу. Мозг опять дает другое указание. И потом уже, когда человек углубляется, уходит в себя, он выбирает другой путь. Но важно то, то, что запечатлевается в духе. Почему? Потому что тогда, когда что-то запечатлевается в духе, оно превращается в вечное. Вечность. И это связано с престолом небесным. Нужно наслаждаться истинной силой настолько, чтобы испытать на себе благословение престола. Это есть сосредоточенность. Это то, что следует познать ремнантам. то же самое и пасторы, когда готовятся к проповеди. Вы должны готовиться до тех пор, пока вы не получите уверенность в том, что это от престола Божьего. И это вы должны получив радоваться. Ваше сердце должно от этого биться, понимаете? Оно должно чувствовать и наполняться. Я, например, уверен в том, что Бог ремнантам даст самое лучшее. И потому в ожидании я просто наполняюсь этой радостью. Аж хочется скорее, чтобы настал этот день, это событие произошло. Вот настолько. Второе. Это еще не все. Теперь необходимо войти в сосредоточенность размышления. Не так ли? Первое. Это была сосредоточенность на том, о чем вы думаете. А второе. Это сосредоточенность через размышления. То есть ухватившись за то, что Бог вам дал. Когда что-то происходит, вам нужно всегда задумываться о том, какая благая весть дана мне на сегодня. Это есть завет. то есть когда что-то происходит и вы через это смотрите на происходящее, то есть через призму благовестия, вы начинаете видеть завет. вот это мы называем заранее увидеть. То есть вы увидели завет. то есть мы смотрим, мы видим, но само то, что мы держимся, это есть действие, это есть саммит, это есть исцеление, это есть 237. Почему? Потому что это от престола Божьего восходит. Я, например, думаю, что наши ремнанты это понимают. Почему? Мне кажется, что они даже лучше понимают. Почему? Потому что взрослых людей изменить тяжело, потому что уже в них другое запечатлелось. Вот благая весть, да, сегодняшняя и множество проблем, на что мы должны смотреть, что мы должны увидеть. Мы должны увидеть видение. Видение это не то, что в будущем, видение это то, что сейчас, сегодня. Видение это и есть заранее обрести. Я сейчас говорю о способе. что является 24 часа. Это и есть заранее наслаждаться. То есть тогда, когда вы сегодня увидели, выявили и обрели, это и есть сегодня, наслаждение на сегодня. И также на всех местах действия есть слово на сегодня. Вот это и есть имидж. То есть когда вы следуете за образом Божьим. То есть это и есть заранее завоевать. То есть то, что вы уже имеете четкое Божье слово, это говорит о том, что вы уже завоевали все. Это и есть заблаговременное завоевание. И отсюда уже молитва на сегодня, это то, что дарует Бог. Это практика, применение и все. Это уже то, что заранее исполнилось. Вы должны это запомнить. Когда вы молитесь на рассвете, о чем вы молитесь? А в объединенное время, когда у вас появляется свободное время, о чем вы молитесь? О чем вы думаете? Это ведь важно. Это и есть концентрация, сосредоточенность. Вы должны понять само это слово. Потому что в тот момент, как только вы сосредоточитесь, оживет ваш мозг, оживет все. Так как вы ни разу не пробовали сосредоточиться на этом, какой-то хаос появляется. Большинство людей именно так и живут. Они не знают, что произойдет. Думают, что все-таки что-то решится. Но когда появляется проблема, они не знают, что делать. Вместо сосредоточенности, наоборот, рассредоточенность. Другими словами, происходит разделение. То есть везде разделение разума, сердца и всего вокруг. Хорошо, если только разделение. Мало того, что он не умеет сосредоточиваться, так он зацикливается на чем-то, понимаете? Значит, держаться за неправильное. Поэтому в итоге ничего не получается. А потом он становится зависимым. Вы думаете, что зависимы – это только наркоманы и алкоголики? Зависимы каждый. Тот, кто даже не может избавиться от своих вредных привычек. Значит, перед тем, как задумываться о том, что я являюсь лидером команды или там призванным, избранным, вы должны сначала вот это уразуметь и этим наслаждаться. Третья сосредоточенность – это форум. Этот форум вы можете проводить на Етине, а можете проводить с другими. То есть вам нужно держаться за слово с кафедры, потом слово на сегодня из молитвенного дневника и слово, которое вы слушаете от головной организации. Вот сосредоточьтесь на этом. То есть даже если вам кажется, как много посланий, но надо хотя бы одно увидеть. Даже сейчас, слушая слово, вы многое что видите, но когда вы сталкиваетесь с какими-то обстоятельствами, есть подходящие Е – слово. Но для этого нужно упорядочить слово, размышлять над словом и проводить форум. Насколько у вас получается форум? Вы, скорее всего, сами знаете, насколько. Вы знаете, у вас форум должен получаться настолько, чтобы даже оставшись наедине с собой, остаться в живых, на любом месте. Потому что Бог пребывает вместе с вами, Он Эммануилом пребывает вместе со всеми, и Он в единстве с вами. Понимаете? Понимаете, насколько должен получаться форум? Настолько, чтобы увидеть духовные факты? Настолько нужно сосредоточиться? И в процессе вы получите все ответы. И в это время Бог отправит вам даже ангелов. И в это время Бог откроет двери ответов. В процессе Бог все сделает. Вам просто надо идти и делать то, что вам верено. Вот даже сейчас мы занимаемся ремонтом Центра 237. Но ведь не просто так нам нужен Центр 237. Нет! В процессе Бог уже дал все, для того, чтобы мы там проводили реальное обучение. Поэтому в этом центре, когда мы будем проводить обучение, даже все сотовые телефоны будем отключать, для того, чтобы сосредоточиться на обучении. Даже тогда, когда вы встретились с Ремнентом, вы должны с ним пообщаться на тему, как проводить форум, как быть дальше. То есть вы должны дать ему реальный ответ. И даже вот, например, я же говорю о глубоком дыхании. Есть такие люди, которые записывают то, что я говорю, а потом всем это раздают. Вот, например, обычно во время конференции я стараюсь сдерживаться. Почему? Потому что я знаю, я не успел что-то сказать, вы записываете и уже всем подряд раздаете. Поэтому я себя сдерживаю. Поэтому в центре 237, когда мы будем проводить обучение, я передам слово, а потом спущусь с кафедры и буду иметь живое общение. И это будет с самого утра 9 до 12 ночи. То есть такое будет обучение. Вот этот форум, это сосредоточенность, должно получаться настолько, чтобы уже увидеть духовные факты. И тогда вы непременно познаете, что оказываются ответы на ином месте. А самое удивительное, это то, что другие люди этого не видят. Да, так еще они и не могут там быть. Так еще благодаря вам оживают другие люди. Знаете, если так смотреть, меня немногие люди любят. Знаете почему? Потому что я не соглашаюсь с ними. Людям нравится, когда им потакают. А я такой человек, который даже своими мыслями не соглашается. Поэтому тем более меня не интересуют ваши мысли. Меня интересует только то, что интересует Бога. Но это вы поймете тогда, когда вы увидите духовные факты. И вы попробуйте в будущем идти туда, куда никто не идет. От чего все отказались. Кризис. Идите туда. Я встретился с одним пастором. Он является директором собрания пасторов. Я от него впечатление такое получил. Обычно я таких пасторов-политиков не люблю. А он такой человек, которого я признал. Потому что он ходил всем пасторам, которые подверглись трудностям и помогал им. Я подумал, это ведь тоже нелегкое дело. Мы с вами никогда ни с кем не соревнуемся. Почему? Нам не нужно ни с кем даже бороться, ни с кем не нужно конфликтовать и соперничать, потому что Бог дает нам победу без битвы. И Бог всегда производит действия нового сотворения и на любом месте делает вас саммитом. Вот на этом нужно сосредоточиться. Настолько, чтобы все это увидеть. Почему пустыня? Почему пустые места? Почему степь? Потому что это ваше место действия. И вам нужно проводить сосредоточенный форум до тех пор, пока вы относительно таких мест действия не выявите ответ. И последнее абсолютное. Вот настолько нужно сосредоточиться для того, чтобы все это выявить. Вам не надо заучивать все эти 10 пунктов, все эти три важных пункта. Просто вам нужно это понять. И когда появится какая-то проблема, вы просто войдете внутрь этого. И тогда у вас будет получаться 24 часа. Именно это и есть 24 часа. Неужели, когда речь идет о 24 часах, вы думаете, 24 часа это целый день? Поймите одно, что во всех отношениях проявляется истинная сила. И даже тут не страдания, не трудности, а истинное счастье. А в третьем пункте это истинный успех. Это саммит. Это духовный саммит. Когда появляются проблемы, я радуюсь, потому что через эти проблемы я выявляю важные вещи. А в этом была и особенность библейских рементов. Это особенность Иосифа. Вам надо наслаждаться этим ответом. неважно какая ваша молитва короткая или нет. Перед вами откроются двери небесного престола. Все это было предисловие, вступительная часть слова. Но как это можно назвать? Это время саммита. Не так ли? Бог вас призвал в качестве саммита. Если вы будете наслаждаться временем саммита, то все остальное благословение сойдет на вас. А теперь основная часть слова. Вам следует получить ответ. Значит нужно занять позицию саммита. Вот эти три. Посмотрим, что такое позиция саммита. Царь, который дает ответ царю. Это не то, чтобы вы все стали царями. Это истинный царь, который дает ответ всем царям. И этот царь есть Христос. И этот Христос поставил меня своим посланником. То есть он меня поставил вместо себя. Это царь, который дает ответ всем царям. давайте рассмотрим семь библейских ремнентов. Все они дали ответ царям. Почему? Потому что они пребывают внутри этого и, естественно, имеют ответ. Они пошли просто выполнить поручение и дали ответ. Давайте рассмотрим жизнь Иосифа. Он дал ответ фараону. Но что важно? Первое Петра, вторая глава, девятый стих. Вы получили тот же самый ответ. Вы царственное священство? Да. Значит, если вы будете иметь это благословение и займете эту позицию, саму собою, сойдет это благословение. Наслаждаться тем, что я говорил о предисловии, занять эту позицию. Что значит позиция? Это означает быть на том месте и вы получите этот ответ. Поэтому люди, которые правильно ведут жизнь веры, совсем имеют другие взгляды, с другой стороны смотрят. Второе, что это? вы не просто священники, священники, которые спасают людей. Есть священники, которые приносили жертвы, но вы священники, призваны для спасения людей. Это саммит. семь библейских ремнентов они всегда делали работу спасающую людей. Среди них мы всегда рассматриваем Иосифа. Почему? Каким он был? Что он сделал? Он во-первых спас жену Патифара, он спас также министра, он спас также царя, он спас своих братьев, он спас весь мир. Так и будет. Если вы будете наслаждаться содержанием, о котором я говорил в предисловии, и находиться на таком месте, заняв такую позицию, вы получите этот ответ. Но что тут важно? Вы получите ответ, который уже преодолел расстояние и время. Вот этот ответ получите вы. А в первом пункте вы окажетесь на месте, которое уже преодолело пределы и расстояние и время. Но самое главное это предисловие, то, на чем вы сосредоточены. Все это вы должны знать. Но не будет получаться главное, пока вы не поймете предисловие, пока у вас не будет получаться молитва, пока вы не поймете важное слово. Потому что все вы начинаете делать со своими мыслями. Это уже неправильное начало. Не важно, какая проблема сейчас есть в вашей жизни. Почему? Потому что там есть причина и там есть ответ. Что? Сами. Вы являетесь пророками, которые будут передавать завет. завет. Вы не иные пророки, как только те, которые передают завет. Что сделали семь библейских ремнентов? Они передавали будущее. Естественно, они знали ответ. поэтому среди семи библейских ремнентов особенно Иосиф. Даже то, что сказал перед братьями, это было слово о будущем. Всемирная евангелизация. И даже уже оказавшись перед царем он сказал то же самое. Это то, что спасает мир. Вот таким он был пророком. И перед ним открылись двери, что с этим заветом он мог идти и возвещать благую весть всему миру. и отсюда уже появляется CVD IP, которая уже преодолела расстояние и время. И вы являетесь саммитом ответа. но когда все сбивается с самого начала, когда вы думаете о своем, поймите, то, что вам кажется это правильно, это неправильно. Почему? Потому что важнее, чем мои мысли, это мысли Бога, не так ли? вот в этом вся разница спасенного и не спасенного. Потому что человек, который не получил спасение, в любом случае думает только о своем. Для него его мысли это все. Его дело только думать и думать. Это принцип человека, который не получил спасение. Но мы не такие. Научитесь уже это различать, а иначе это беда. Бог треедины и Он дает четкие ответы. И мы должны думать о том, о чем думает Бог. И на этом сосредоточиться. И вы не представляете, какие ответы Господь дает через такую сосредоточенность. И даже тогда, когда в вашей жизни появляется проблема, попробуйте сосредоточиться не на своем, не на своих мыслях, а на Божьем, на Слове. И тогда вы получите ответ. Вот почему Иосиф я держал победу. Даже тогда, когда Иосиф рассказал о том сне, который видел, братья его, что сделали? Иосиф же не просто так промолчал. Вы думаете, что Иосиф просто терпел, молчал, когда его подвергали трудностям и страданиям? Нет. Если терпеть, молчать, так можно умереть? Заключение. Бог многое, что дает, и это все нужно вложить, а вложить нужно в сосуд, а это сосуд саммита. Но мы должны быть осторожны. Скорее всего, есть нечто незначительное, такое маленькое дело и такая незначительная встреча. Но вы должны на этом сосредоточиться и причем быть внимательными. Мы же с вами, вот я и тот человек, я и вы, мы встретились с вами в одно время. И в процессе мы встретились вот с этим человеком. вы поймите, это важно. Поэтому даже в самом малом есть самое значительное, в самом незначительном есть самое значительное. значительное. И тогда, когда вы на этом сосредоточьтесь, вы сможете выявить 62 аспекта. Вот эти 62 аспекта. христос, христос, божье царство и только Дух Святой, это все, этого достаточно. Надо сосредоточиться, чтобы вот такой сосуд обрести. Это получится. Вот отсюда и Голгофа, и Леонская гора, и Горница Марка. И когда вы сосредоточите, что произойдет, вы выявите небесное повеление, призыв и призвание. И что тогда? Начало покажется таким малым. На самом деле, отсюда естественное, необходимое и абсолютное. Само собой так и будет, потому что нужно расширить сосуд, подготовить сосуд. Поэтому отсюда единое сердце, полное сердце, постоянство. Отсюда 24 часа, 25 часов и вечность. И это в итоге запечатлеет, укоренится и станет вашей сущностью. И 9 течений. Талант выявите. 20 стратегий проповедования поймете. А потом все это, если вы рассмотрите, 62 аспекта есть. Чего бояться? Вы же являетесь лидерами. Вам достаточно лишь только понять, и все начнется, действует. Начнется. Я же тоже это Слово Божие не исследовал. Я там не сидел часами. Просто я познал благую весь, и одно за другим стало открываться. Я не сидел, не рисовал какую-то таблицу или схему. То же самое и в вашей жизни. Сначала то, о чем я говорю в предисловии, это должно получаться, а потом появится сила. Потом исцеление. отсюда 237 стран. Я верю, что вот этот семинар тренинг для вас станет очень важным временем. Так как сегодня собрались лидеры, поэтому я говорил о саммите. А завтра я уже во время семинара тренинга буду говорить в первой лекции об исцелении, а втором о исцелении ввиду итог сказанного слова. Вот в этот час мне бы хотелось, чтобы каждый из вас задумался, ведь я сейчас сижу на этом месте, веду движение ремнант, думаю о спасении 237 стран. Но что же угодно Богу от меня? Ведь он меня призвал в качестве лидера. Вот попробуйте сосредоточиться на этом, до тех пор, пока вы не найдете ответ. До тех пор, пока вы не найдете ответ, попробуйте сосредоточиться на этом, перед Богом. Я же постоянно с вами делюсь. Вот для меня, например, вот эти листы не просто так, это для меня как указатель. Первый лист это расписание, и я всегда прошу, чтобы мне распечатали три одинаковых таких расписания. Вот например, так как я занят постоянно в движении, поэтому у меня всегда должно быть вот это расписание. Я же не могу всегда с собой носить компьютер, чтобы где-то распечатать. Поэтому я всегда прошу три распечатки. Один я ношу в кармане, другой всегда в руках. А один всегда на том месте, чтобы я видел. Это сосредоточенность. А потом уже дальше это содержание всех лекций, которые я должен прочитать. И на протяжении всей недели я сосредоточиваюсь на этом. Первое, на чем я сосредоточиваюсь, это на том, что я спрашиваю у Бога. Бог, для чего ты даешь это слово? Что ты по-настоящему желаешь сказать? А потом в конце, что я проверяю, когда я нахожу ответ? Если неверующий услышит эту проповедь, то как он ее примет? Как он поймет? Или, например, вдруг новообращенный пришел в церковь и услышит эту проповедь, то как он это поймет? И поэтому предисловие у меня уже меняется. Еще о чем я думаю. Ведь очень много людей, которые находятся в проблемах. Значит, я задеваю эти проблемы, затрагиваю их. То есть, если мы рассматриваем, например, книгу Числа или Жизнь Иосифа, потом я начинаю затрагивать разные проблемы, разные заболевания. На прошлой неделе я говорил, не бойтесь, вы должны увидеть то, что Бог для вас приготовил, и за это держаться. то есть, стараюсь выполнить Божье поручение в передаче Божьего Слова. Поэтому всегда советую ремнандам, каждый раз, когда они сталкиваются с проблемой, созреточатся на Слове, до сих пор, пока не выявят ответ. Но как выявить ответ? Молитесь, чтобы получить благословение престола. Это все, не так ли? Потому что никто не в силах остановить благословение престола. И только это благословение престола уже преодолело расстояние и время, не так ли? Только этим благословением престола вы можете многое совершить и завоевать этот мир и разрушить тьму. А моими мыслями и своими усилиями ничего невозможно сделать. Получается в итоге, что мы сейчас уже имеем нечто великое, грандиозное, которое способствует тому, что получить ответ всей своей жизни. Но знаете, этим надо наслаждаться, и оно будет передаваться. Но даже если вы никуда не поедете, вы сможете это передать 237 народам, странам. Потому я желаю, наслаждаться данной тайной. Помолимся. Бог, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты призвал ремнентов для спасения этой эпохи. Помоги, будучи истинным саммитом, находиться в Завете. Используй нас в качестве свидетелей спасения 237 стран. Малыши именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь.